На улице Гагарина установили знаки. До 1 июня здесь будет проходить ямочный ремонт. Водители притормаживают, снижая скорость до 20 км в час. Но автомобилисты относятся к временным ограничениям с пониманием. Скоро по дороге можно будет проехать, не рискуя повредить подвеску. Это очень важно для автомобилистов. Это хорошо. Колеса хотя бы целы будут. Меньше затрат на ремонт автомобиля. Стоимость контракта 600 тысяч рублей. Подрядчик должен восстановить покрытие на площади порядка 20 квадратных метров. Для этого понадобится 2 тонны асфальта бетонной смеси. Температура смеси 160 градусов. Использование горячего асфальта помогает добиться прочного и ровного покрытия. Такая технология ямочного ремонта актуальна при интенсивном трафике. Мы асфальт приобретаем в ДСУ-3 по контракту. И этот асфальт, он выполнен на основе гранитного щебня, значит, гранитного отсева. Но также добавки минеральные там присутствуют. То есть этот асфальт довольно качественный. Ямочный ремонт в Коврове охватит 48 улиц. Самые проблемные дороги чиновники мэрии выбирают по нескольким критериям. Учитывают в том числе количество и масштаб повреждений на участках, автомобильный трафик и аварийность. На ямочный ремонт планируется потрасить 33 миллиона рублей. Также в городе будут реализованы и более масштабные проекты. Власти города реагируют на обращение граждан города Коврова по проблемным участкам, по дорогам. Заключены муниципальные контракты по ремонту дорог по улице Крупской, по улице Любецкой, по улице Кузнечной, по улице Энгельса. Строительство дороги по улице Маршала Устинова. В городе ремонтируют и тротуары. На улице Крупской полностью удалили старое покрытие. Подрядчик приведет в порядок не только пешеходные дорожки, но и проезжую часть. Здесь порядка 3200 квадратных метров по этой улице тротуара. По дороге порядка 10500 квадратных метров. На данный момент уложен выравнивающий слой на всей площади и подготовка тротуара под асфальтировку. После зимы сотрудники администрации города провели ревизию и составили список дорог, который подрядчики должны восстановить за свой счет. На контроле все участки, на которые действует гарантия. Это проспект Ленина. Подрядчик получил за ремонт этой улицы свыше 39 миллионов рублей. Но на многих участках образовались ямы. Администрация города Коврово подала иск. По решению арбитражного суда дорожники залатали ямы на площади более 400 квадратных метров. Ольга Ельфимова, Ирина Начарова и Евгений Адамов.